Важно, естественно, совершенно не только то, что мы предлагаем нашим клиентам, но и то, как мы это делаем. Как мы понимаем, любой самый совершенный продукт, любая методика, она может оказаться невостримой. В случае, если продажа проведена непрофессионально, а в силу того, что вы постоянно общаетесь с вашими пациентами, они являются вашими пациентами, и от того, как вы предложите новый продукт, новую услугу, естественно, будет зависеть дальнейшее ваше с ними взаимодействие. Опять же, почему этот курс сюда вошел? Если вы обратили внимание, наш курс называется «Акция профессионалов». И принцип такой, что профессиональный подход должен быть во всем. Что касается нас, мы постоянно проводим сотрудники курса. Я, как я собираюсь, у нашего менеджера, мы проводим семинары с сотрудниками наших ресепшек, с администраторами. То есть это постоянные какие-то тренинги, это постоянные какие-то, так сказать, дополнительные семинары. То есть это помощь с нашей стороны. Итак, мы с вами говорим о продвижении услуги. Ну, в первую очередь, я бы предложила остановиться на более доступных, я бы сказала, доступных, темно с точки зрения технологии, способов. То есть способы продвижения. Чтобы бизнес, наш с вами бизнес, приносил деньги, нам нужно сделать что? Нам нужно привлечь клиента. Ну, мысль не новая, очевидно, совершенно, да, но согласитесь правильно, нам нужно привлечь клиента. Как мы это делаем? То есть существует реклама, опять же, мы это знаем. И существует масса способов пиарить свою услугу, ее продвигать и рекламировать. Не буду долго перечислять. Основные это печатные издания, это интернет, это радио, это телевидение. То есть это все способы привлечения так называемых первичных клиентов. Когда мы много, так сказать, о себе это заявляем, да, и все эти способы, я думаю, вы со мной согласитесь, они достаточно дорогостоящие все-таки, да. В то время, как есть способы весьма малозатратные, я вот именно на них хотела сегодня остановиться, и о которых, на самом деле, многие забывают. Ну, в силу того, что вы постоянно, может быть, в силу своей профессии редко с этим сталкиваетесь. Речь идет о нашей самой клиентской базе. То есть это наш ресурс, это тот потенциал, который необходимо задействовать постоянно. Естественно, работу с клиентской базой должны вести ваши администраторы, ваши менеджеры. То есть это люди, которые должны быть задействованы в этом направлении. Безусловно, 90% успеха здесь зависит от их квалификации и профессионализма. Вообще, конечно, работа с персоналом – это отдельная тема, и тема глобальная, обширная, и, естественно, как я уже сказала, она должна проводиться постоянно и методично. Потому что представьте ситуацию, вы дали дорогостоящую рекламу. Значит, ура, вы, так сказать, привлекли к себе внимание, и к вам пошли входящие звонки. Снимается трубка, и в ответ какой-то невнятный, так сказать, какой-то невнятный разговор. Да, все, клиент ушел, он пропал. От того, как, на какой звонок снимется трубка, она должна сниматься не позднее четвертого звонка, от того, каким голосом ответит ваш администратор, от того, насколько он грамотно привлечет, от того, как он предложит действующие у вас акции, бонусы, какие-то подарки. Главная его задача – завречь его к вам. Вы уже сделаете все остальное, да. Но, безусловно, на это очень нужно активно обращать внимание. Без этого просто мы не стремимся. То есть мы понимаем, что реклама, она не продает, реклама не продает, она привлекает потенциальных клиентов. Наша с вами задача – так, чтобы они стали сначала нашими действующими клиентами, а потом нашими постоянными. То есть лояльность клиенту, клиентно-ориентированность, она должна быть задействована в каждой ручке. И все акции, которые мы проводим, они, естественно, должны обращать на себя внимание, они должны привлекать внимание, и тем самым вы зарабатываете себе клиентов. Статистика, да. Значит, возможно, все знают правила, ну, кто-то из вас знает, кто-то нет. Правила 80-20, да. Речь идет о том, что 20% постоянных клиентов дают нам 80% нашей выночки. Все остальные 80% дают 20%. Это так есть на самом-то деле. И мы, опять же, возвращаемся к нашей клиентской базе. Главное, что важно, очень бюджетному ресурсу. Значит, здесь работа, опять же, администраторов заключается в чем? Это постоянное обращение клиентов. Повод для обращения любой может быть использован, начиная от, опять же, действующей у вас акции и заканчивая, не знаю, поздравлением с днем ангела, там, с чем угодно. Да, прямое обращение клиентов. Это СМС-рассылки в полный рост можно задействовать. Это очень бюджетный, так сказать, вариант. У вас какая-то акция, опять же, проводится. Все об этом и получаются. Это электронное сообщение. Безусловно, для этого нужно иметь полные контактные данные, чтобы в любой момент вы, так сказать, могли их задействовать. Как я уже сказала, поводы обращения совершенно любые могут тут. Все вместе это называется работой с действующими клиентами и является очень таким эффективным, малозатраженным способом. Не забывайте, что привлечение новых клиентов в разы дороже, в разы дороже, нежели работа с действующими. Это ваши деньги. Я предлагаю их экономить и задействовать. Те самые ресурсы. То есть от лояльности покупателей зависит темпы роста вашей компании. В частности, вот опять же немножечко цифр. Две компании, у которых, условно говоря, по тысяче клиентов. Значит, от тех клиентов, задумайтесь, от тех клиентов, действующих, условно говоря, что-то их устроило у вас 30% в год у одной компании, а у второй компании это 60% в год. Вот для того, чтобы обеспечить рост, а мы же все стремимся к росту, правильно? Мы хотим расти, продвигаться и развиваться. Так вот, для того, чтобы всего-навсего на 10% обеспечить рост в год, нужно, первая компания должна привлечь это расчетное увеличение в 400 клиентов, а вторая компания должна привлечь сенсор. Представьте себе, какие-то затраты. Это практически в два раза больше. Получается у нас и вы. Значит, правильно идите сегодня? Следующее. Я хочу, чтобы эта информация, я немножечко прервусь, но каким-то образом все-таки у вас запечатлелось, и возможно, чтобы вы более предметное внимание обратили, так сказать, на именно работу ваших сотрудников. Понимаете? Ну, вы, вольно-невольно, вы от них зависите. У вас нет постоянного, так сказать, если бы, слава богу, контакта с ними, но на самом-то деле, может быть, задуматься о том, чтобы проводить какие-то дополнительные тренинги. В конце концов, присылайте их к вам. Мы их подручим, поднатаскаем. У нас есть прекрасный опыт. Когда мы налаживали контакт с нашим киевским дистрибьютором, очень редкий дистрибьютор на всю Украину, он сейчас работает. Вот лично я и еще один наш менеджер, ведущий Сергей Расков, с ним общались, возможно. Мы приезжали туда, мы собрали полную группу, там было человек 25, это представители их из различных регионов, там был именно менеджерский состав. То есть там были администраторы, методисты, сотрудники ресепшн, то есть те люди, которым предстояло эту услугу и методику продвигать. Понимаете, то есть помимо знания каких-то поверхностных знаний продуктов, мы не предлагаем им изображать из себя врачей, боже, спаси, сохранить. Их задача привлечь клиентов всеми возможными способами. Как я уже сказала, вы уже профессионально их обработаете. Но изначально привлечения, и это очень здорово сработало. То есть мы были там 5 дней, 2 дня, так сказать, это был обучающий семинар, и далее была выставка в Украине, там проводилась аналог нашим Интершарма. Вот, это сильно помогло. Поэтому я предметно, может быть, призываю вас задуматься о том, чтобы давайте их сюда, и мы их подучим. Так вот, значит, возвращаемся. Правило 5 секунд. Что происходит? Значит, человек открыл газету, или взял с полки книгу, или зашел на сайт. Что происходит? Он, собственно говоря, задает вопрос, что тут есть для меня? Что тут есть для меня? Если он кратко вот это все оценивает, а опять же практика показывает, это, ну, примерно 5-7 секунд. Да? Значит, если ничего нет, ну, если ничего не цепляет, не привлекает, книга закрывается, для этого закрывается, сайт уходится. Все. Значит, клиенту это неинтересно. Значит, поэтому важно, обратите внимание, форма подачи вашей рекламы, она должна цеплять с первых секунд. Там должно быть нечто, что привлекает внимание сразу. Условно. Если это акция, ну, сделайте так, чтобы это была не 10-я закладка, там, условно говоря, в первой строке, выделите ее красным, в конце концов, чтобы она бросалась, чтобы она обращала на себя внимание, чтобы захотелось кликнуть на эту закладку. Сделайте так, добейтесь обязательно, пообщайтесь с вашими пиар-отделами, я не знаю, кто там занимается рекламой, кто уйдет ваш сайт, с людьми, которые уполномочены это делать, чтобы эта информация с вашей подачей, потому что ваша подача должна быть, постоянно обновлялась. То есть это не должно быть там информация на 1812 году. Это должна быть свежая информация, чтобы люди понимали, что у вас постоянно проходят какие-то вот интересные такие вещи, и что, значит, имеет смысл почаще посещать ваш сайт. То есть мы говорим о том, что реклама должна с первых слов зацепить, сообщить о суть предложения, увлечь обещание в выгоды, заинтересовать какой-то новой уникальной информацией. Благо, она у вас есть. Слово «уникальность». Значит, это второй, как бы, пункт нашей программы, я вас уже утомила. Хорошо. Шутка, да? Так буду. Значит, мы стремимся к уникальности. Что есть уникальность? УТП, в маркетинге, это называется, как мы все этим занимаемся, так или иначе, уникальное торговое предложение. Подумайте, чем ваша клиника может быть уникальной? Ну, хотя бы уже тем, что мы предложили вам уникальную притудику. То есть это должна быть некая фишка. Это должно быть нечто, что привлекает к вам внимание. Понимаете? Это та выгода, условно говоря, от товара и услуги, которые вы оказываете. Например, вы все являетесь векторами-косметологами. Правильно? Значит, у вас в руках уникальный инструмент, который дает вам возможность проводить процедуры по эффективности, связанные, как вы уже это поняли, только лишь с круговой подтяжкой. Правильно? То есть эффект, на самом деле. Вот люди многие говорят, что если бы я знала, что вчера у нас была пациентка, которая в свое время сделала круговую подтяжку, какая-то мама нашей Надежды Солов, нашего доктора, мне все время, там лет 10 назад, когда-то ее сделала. Она говорит, боже мой, если бы я знала, что есть такое... Она ушла окрыленная, она просто летала, вы видели, да, человек счастлив совершенно. То есть у вас уже есть вот эта самая уникальность. Причем вот это самое УТП, уникальное наше торговое предложение, аббревиатура, значит, об этом также обязаны, это знают все ваши менеджеры и администраторы. Они обязаны это знать как отче наш. И если я, как потенциальный клиент, звоню в клинику, вы знаете, я очень часто задаю такой вопрос, потому что в клинике масса, предложений масса, да, я не говорю, что уникальными должны быть только наши услуги, это может быть любое, так сказать, ноу-хау, которое вы придумаете. Так вот я, как потребитель, я задаю вопрос. Ребят, объясните мне, пожалуйста, почему я должна обратиться именно к вам? Вот чем таким уникальным вы можете меня привлечь? И далее идет детский лепет на лужайке. А у нас специалисты. Ну здорово, а что, в других местах нет специалистов, да? Или у нас аппаратура. Отлично. Чем она настолько хороша? Понимаете? И все. Я в течение, так сказать, нескольких секунд, там, опять же, людей слушаю, да, и я понимаю, что мне имеет смысл прозвонить еще, наверное, несколько клиник, если я не ориентируюсь на принцип территории, что тоже часто происходит, да, удобно, близко к дому. Но если вдруг мне предложили нечто, а у нас комплексная программа, индивидуальная такая, которую вы не получите нигде, а если только вы к нам придете, вот просто предъявите себя, мы уже сделаем вам подарок, сделайте этот подарок, в виде какой-нибудь, ну, начиная от бесплатной консультации и заканчивая какой-нибудь процедуры, которая стоит копейки. Такие процедуры есть, вы лучше меня это знаете, да? Вот если только вы к нам придете, мы вам обещаем это сделать. Это работает. Это работает вне всяких сомнений. Понимаете? То есть человек должен понимать, что, ну, этот текст, он должен быть не только вбит в голову администратора, желательно его просто-напросто взять, распечатать, вот некое клише и сказать, вот, дорогая, а теперь мне своими словами. И пока это не будет от зубов отлетать, значит, вот вы не должны слизать со своего администратора, чтобы он притащил вам клиентов. И еще одно пожелание – мотивируйте их. Я не знаю, возможно, вы это делаете. Вот мы это внедрили, и я вас уверяю, это сработало на 250%. Когда человек понимает, за что он бьется, если он понимает, что он привлечет энное количество клиентов, просто новых, вот вам, пожалуйста, они тепленькие, да, значит, далее уже вы с ними работаете, с этими клиентами. Но он понимает, за что он это делает, да, он это делает за некий процент. Это может быть незначительный процент с процедурой. У вас процедура или с первичных клиентов? И с первичных клиентов, да, со стоимости, как бы, процедуры, на которую попал первичный клиент. И далее это еще не все. Они также мотивированы в том случае, если они умудрились поддержать ту самую действующую клиентскую базу, то, с чего мы начали. Да? То есть это действующий клиент, это наши постоянные клиенты, это наши кормильцы. То есть если администратор смог таким образом его замкнуть на себя, вплоть до того, что два через два они дежурят, у клиента есть сотовый телефон администратора. Неважно, я на Луне нахожусь, но я обязан оказать помощь. Поэтому это мой клиент. То есть есть клиентская база, она как бы поделена. Вы знаете из практики, что люди предпочитают общаться с одним человеком, да? Ну, так есть, мы так устроены, да? Соответственно, эту помощь он должен получить в любую секунду. Любой вопрос, любая проблема, звонок другу, да, сейчас ваш вопрос будет решен. И обязательно перезвонить, обязательно. Не просто там своими делами далее, да, а обязательно это сделаем. И таким образом, поддерживая вот существующую вот эту вот клиентскую базу. Здравствуйте, рада вас видеть, пожалуйста. Спасибо. Это наши доктора, постоянные. Перестаживайте, не важно. Я за переставление. Поддерживая тем самым вашу постоянно действующую клиентскую базу, вы экономите деньги вашей компании на первичную рекламу. Я еще раз это настойчиво повторяю. Эта реклама, вы далеки, возможно, от этого вам это не очень интересно, но поверьте мне, она в разы дороже, нежели та база, которую вы можете удержать. Он летит из 1400 и 700 для увеличения выручки на 10%. Вот что происходит, когда ваш ресепшн, когда ваши администраторы не работают с постоянными действующими клиентами. Далее, читай выше. Для того, чтобы они с ними работали, обязательно давайте будем их мотивировать. Дайте им, четко бери, 1% с процедуры, на которую доктор пришел повторно. Они будут держаться за этих пациентов. Знаете как? Их не нужно будет долбить и клевать. Звань, не звань, не звань. Кстати, по поводу званий. Значит, норма традиционная менеджера 40-50 результативных звонков. Здесь несколько иная картина. У них есть клиенты, которые приходят, они должны их обслуживать, обращать на них внимание и так далее. Но я вас уверяю, что 20 исходящих звонков – это тот минимум, который они обязаны делать. И не просто обязаны делать так, а, типа я позвонила, но и давать отчет. Есть клиентская база, ты позвонила, ты разговариваешь, ты можешь одной рукой вписать в это время результат твоего обращения. То есть, что, чем закончился разговор. В каком состоянии этот клиент. Может быть, его нужно побеспокоить через неделю. Вы знаете, люди любят, когда к ним обращаются. Но, опять же, чтобы это было не навязчиво, да, а когда вы к нам придете, а что-то вы, так сказать, вот давно не обращались. Нет, найдите приятный какой-то повод, чтобы приятно было вас услышать. Естественно, спросив, насколько человек занят, насколько он может разговаривать. В общем, работайте с вашим администратором. Значит, когда мы общаемся с пациентом, мы должны задействовать, это уже следующий пункт моего доклада, все органы чувств восприятия человека. Мы знаем это. Зрение, слух, пост, обоняние, осязнание. Вот их пять. Значит, как мы их задействуем? Вот уже вы, как специалист, да, нарисуйте перед ним картинку. Вот чтобы он это буквально прочувствовал, как писатель, да, что называется. Все органы чувств. То есть, начиная там от гладкой кожи, это элементарное банальное, что приходит в голову, да, и заканчивая картинкой, ты представь, как ты будешь выглядеть. Тебе не нужно рассказывать твоему окружению, что произошло, но ты помолодела на 10 лет, вот результат до и после, поверь мне, я была на семинаре, это не каташок, это реалии нашей действительности, это именно те методики, да. Ты представь, как на тебя будут смотреть окружающие, насколько это, так сказать, ты будешь здорово выглядеть. В общем, вы лучше меня сможете это сделать, я вам просто даю идею. Потому что все пять органов чувств у нас работают, да. Попытайтесь именно красочно эту картину изобразить. Что человек получит. То есть, мы решаем вопрос, опять же, такое понятие манджерское, выгоды клиента. Мы решаем свои проблемы через решение проблем клиента, да. То есть, клиент, наш пациент, он хочет получить какую-то выгоду от нас. Он пришел со своей проблемой. Он хочет, чтобы мы ее решили. Помогли решить. Как? Дайте ему решение, дайте инструмент. Я понимаю, отсутствие денег. Знаете, когда речь идет о красоте, она пойдет, займет, найдет и принесет. Потому что, когда наш доктор задает, а какую сумму вы готовы потратить в месяц на себя, начинается разговор, условно, с двух тысяч, да, потому что они пришли по каким-то там купонам и гоняют по всей Москве с тем, чтобы, так сказать, получить самую дешевую услугу. А заканчивается 15-ю, 20-ю и заключением контракта. Я вас уверяю, это все работает. Это все работает. При том, что эту сумму можно платить не сразу, а частями. Но ваше предложение сохраняется только в том случае, если человек стабильно вас посещает. Если у него, условно говоря, прогул, он должен понимать, что контракт прекращает свое действие. Объяснение элементарное. Для того, чтобы что-то начало работать, одного раза очевидно мало. Мы все это понимаем, да. То есть мы говорим о тех процедурах, которые должны быть в курсе. Человек должен это понимать, да. Вы ему со своей стороны все льготы и бонусы для того, чтобы он был ваш на постоянной основе, помню, постоянного клиента, да. И, соответственно, человек должен понимать отчетливо, это нужно разработать некий документ, где он поставит свою подпись. Это также работает, когда человек под чем-то подписался. И далее условия сохраняются. При том, что он постоянно вас посещает. Хорошо. Следующий момент, значит, на котором хотела бы я остановиться, важный. Вот такое банальное словосочетание, сарафанное радио, да. Скажете, ну, слушайте, знаем плавали и вообще это неинтересно. На самом деле, это колоссальный, опять же, пласт менеджмента. Мы сейчас очень коротко на это не остановимся. То есть, казалось бы, все элементарно. Сарафанное радио или еще специалисты называют его вирусный маркетинг, да. То есть, человек пришел, ему что-то понравилось, ну, и он вроде как сказал что-то, знаешь, да, ничего, неплохо. То есть, это ситуация, когда клиенты, ваши пациенты рассказывают, им хочется рассказать о том, что произошло, поделиться со своим окружением. Причем делают они это бесплатно, да. А теперь вопрос, вот, на который попробуйте мне ответить. Почему о посещении одного или другого учреждения, там, будь то, я не знаю, салонка, клиника, ресторан, там, кафе-бар, там, какой-то увесительный, увесительное заведение, неважно. Почему? Об одном нам хочется рассказать, а о другом молчу. Вопрос открытый. Ответ такой, если любят, скажет, не любят, пошел в него. То и до свидания. Ну, я вам приведу небольшой пример, да, отчасти вы как бы правы. Вот пример, дальше вы сами сделаете. Предположим, вы пришли в Вестар, да, ну вот вы пришли. Вас с вами бездоровались, вас привели к столику, значит, через, там, минутку принесли вам меню, вы сделали заказ, через какое-то разумное время этот заказ вам принесли, вы покушали, попросили счет, расплотились, оставили чьевые, значит, официанту, вам принесли сдачу. Все. Процесс закончился. Вы расскажете кому-то об этом? Если вкусно. Если вкусно. Ну вот все стабильно, что называется, и ровно. Ну вот как бы все так, как должно быть. Когда стабильно, то человек в эти места ходит постоянно. Вот вы пришли, вот стабильно, ровно, одинаково. Другой пример привожу. Вы пришли, вы присели, нашли себе место, права забыли, официанта вы там звали, меню он вам нес полчаса, кухня была отвратительная, вам еще включили блюда, которые вы не заказывали. Значит, ну и короче, ужас-ужас. Вы будете рассказывать? Нет, однозначно, однозначно, ребята, туда не ходить. Это не ужас, это ужас-ужас-ужас. Отказать. Хорошо, третий вариант. Третий вариант. Значит, а почему, собственно говоря, то есть в первом случае, давайте вернемся, почему мы, ну, может, да, может, нет, расскажем, не расскажем. Почему? Потому что все произошло в соответствии с вашими ожиданиями. Ну, это был рядовой визит, скажем так. Вот как вы ожидали, что вы ожидали, ровно столько вы получили, правда? То есть вот именно ровно столько, сколько должно быть. Ну, как бы повода для разговора нет. Мы это понимаем, верно? Далее. Значит, о втором случае вы расскажете. Это я понимаю. И здесь вот это самое антистраган, астерофанный радиус антирекламы, оно заработает уже на полную мощность. Почему? Потому что, объясняю, ваши ожидания были обмануты. Обмануты. Вас обманули, по сути, да, то есть вы получили в ресторане то, вот в этом или втором посещении, что было, значительно ниже уровня ваших ожиданий. Третий случай. Это, опять же, привяжемся к этому же ресторану, но совсем иначе. Вас, как королеву, встретили. Вас проводили на самое лучшее место. Вас спросили, какую музыку вы предпочитаете, если такая возможность есть, ее поставили. Вам принесли меню. Значит, вам сказали, что вы знаете, если у вас какие-то индивидуальные пожелания, наш повар готов это выполнить. Персонально для вас любое блюдо. Значит, вы сделали заказ. Вам принесли несколько бонусов, каких-то маленьких подарочков от, предположим, шеф-повара. Да? Значит, мало того, официант, вот бывает так, что он назойливый, но иногда бывает высший пилотаж, когда он оказывается рядом, когда вот именно он тебе нужен вот в данную секунду. И до прощания вам еще сделали подарок в виде витоке маточного вина. Например. Мы будем рассказывать за тобой? Я понимаю, что так, что мы будем рассказывать. Правда, да? Ну, даже однозначно. Значит, здесь, опять же, уровень наших ожиданий с вами, доброе утро, также отличался. Он был не тут, не на среднем уровне, не тут, он был выше уровня ваших ожиданий. Он оказался выше. А дальше так, как говорят математики, важен модуль. Вот это важно. То есть желание рассказать о какой-то компании, о каком-то событии, связано с тем, насколько ваши ожидания оказались верны. Если вы получили то, что вы ожидали, тем я разговариваю. Но если, чем сильнее, скажем, то, что вы ожидали, отличается вот от этого среднего уровня, то, к чему вы привыкли, то, на что вы рассчитывали, тем желание поделиться этим сильнее. И, кстати, вот это закон подлости. Если из тысячи человек 999 вы отслужили хорошо, одного плохо, именно этот пойдет и начнет всем рассказывать. Остальные 999, они могли что-то сказать, возразить, да, что-то замолвить за вас по словечным. Они промолчали. Уверяю вас. Они промолчали. Потому что они выучили то, что они ожидали. А вот этот один, собака страшная, из тысячи, он пойдет и будет всем рассказывать, насколько все плохо. Вот. Значит, что предлагается. Значит, если мы хотим о том, чтобы о нас говорили хорошо, позитивно, положительно, нам нужно в чем-то превосходить ожидания клиента. То есть, это должно быть, это должен быть сервис, например, лучше обычного. Это должен быть какой-то неожиданный подарок, неожиданный бонус. Это обслуживание клиента эконом, условно, по тарифам ВИП-класса. То есть, проявить больше внимания, сделать что-нибудь неожиданное и приятное. Но, обратите внимание, я упор делаю на слово неожиданно. Это должно быть неожиданно. Это должен быть вот уровень ожиданий здесь, он к вам пришел, вы ему раз, и он подпрыгнул сразу к этому уровню ожиданий. Вот тогда это будет понятно. Сделайте маленький подарочек, один процент от стоимости, чего бы то ни было. Клиент будет счастлив. То есть, подарок поднимет уровень его удовлетворенности, этого клиента, выше планки его ожиданий. И заставит тем самым рассказывать, какая замечательная у вас клиника, какие замечательные специалисты там работают и так далее. Вот представьте, давайте еще один пример, они как бы более наглядно всегда примеры. Значит, есть такая практика, в одном ресторане в Праге посетительнице после того, как она, так сказать, там отужинала, в подарок дарит рот. Вот каждая посетительница в подарок дарит рот. Ну, понятно, расскажет она об этом? Естественно, об этом расскажет. Да? А теперь представьте, вот она пришла туда второй раз. Каков уровень ожиданий? Ну, рост несите уже один раз, да? Вы что, в конце концов, то есть она уже ожидает этого подарка. Понимаете? Она уже его ожидает. И поэтому здесь очень важно, чтобы вот этот уровень ожиданий слово неожиданное помнили. Если вы делаете какой-то подарок, нужно уметь потом отыграть назад. То есть, если вы его подарили, то вы тогда, пожалуйста, скажите, что сегодня этот подарок связан с тем. Или это какая-то краткосрочная акция. Или у нас день вождения генерального директора или главврача. И он тем самым поздравляет всех своих клиентов, всех наших клиентов и посетителей. Да? Или еще какой-то повод. Он должен быть повод, чтобы человек бы не принимал, скажем так, желаемое за действительное, понимаете? То есть, чтобы уровень ожиданий у нас, так сказать, он соответствовал тому, что мы его предлагаем. К хорошему быстро привыкаем. Вот в чем дело. Если вдруг говорим мы про обратное, условно говоря, вы, ну, слово такое не очень хорошее, так сказать, ну, там где-то накосячили на 10 баллов в бальной системе, это, да, то затем вы должны поднять это своим неожиданным каким-то там действием, решением на 15 баллов, чтобы хотя 5 баллов у вас было в акте, в бонусе. То есть, вот эти уровни ожидания, пожалуйста. И еще, нам известны наши минусы, они есть у всех, они не могут не присутствовать, да, но, естественно, конечно, лучше всего их просто подумать, сесть, подумать, что у нас проваливается, взять и устранить. Но если по каким-то причинам их устранить невозможно, пример, клиника и маленькая парковка, да, то клиент 10 раз подумает, я на машине ехать, не ехать, и что-то я на метро буду улыбаться, да, я не могу приехать там поставить свою машину. Значит, нужно сделать так, чтобы этот минус, так называемый, он был настолько несущественным, настолько незначительным, чтобы все остальное превосходило его ожидания, чтобы он понимал, что его ждут как родного, чтобы он понимал, что ему всегда могут предложить нечто неожиданное и приятное. Уже не говоря про ваши волшебные руки, потому что, так сказать, в руки специалиста как бы люди все идут, да, и очень часто это опять же не предан территориальности, это доктор, к которому хочется ходить, 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 обращаться, обращаться, обращаться. Если все остальное будет у вас столь же гармонично, начиная от, с чего мы начали, входящего звонка и рассказа администратора приятным голосом об уникальности вашей клиники и ура, клиент пришел, а вывеска, извините, не перекошена, да, по диагонали, и приятный интерьер, и ненавязчивая музыка, и приятные запахи, опять чувства сезания, обоняния, так сказать, сбрасываемся с щитов, да, и он поймет, куда он попал. Вот я хожу в салон, вы знаете, ну это салон, как бы такой традиционный, стандартный, но я хожу туда релаксировать. Вы знаете, вот честно, когда я понимаю, что у меня голова трещит, там от работы, от всего, мне ничего не нужно делать, но я просто туда поеду, я знаю, что меня как дорогой родственницу там встретят, что мне предложат тут же чашку кофе, что тут какой-то фондайчик, так сказать, это вот у них работает, шурчит ненавязчиво, тут же музычка какая-то, полумрак приятный, ну понимаете, я не понимаю, что это не уникальное, может быть, место в Москве, он сам по себе такой маленький, относительно, такой небольшой, но здесь, вот на мой взгляд, все гармонично, вот когда есть гармония, это здорово. Все, начиная от день рождения моего забыть, Боже, спаси, сохрани, они сегодня в числе первых мне позвонили, пока я ехала сюда на работу, понимаете, то есть это уровень, это работа с клиентом от и до по полной программе и ресепшеном, и специалистом, и я знаю, что человек выйдет именно тогда, когда мне нужно это делать, да, я их постоянная клиентка, я хожу туда пять лет, но я буду такой же оставаться, при том, что они, страшные цены забрали на 15%, но даже это меня не остановило, понимаете, потому что они нашли некое достойное объяснение в свое время, ну, вы знаете, вот материалы подорожали, мы бы рады, но мы вам дополнительную скидочку от этой цены как постоянной клиентки, да, это тоже можно работать, регулировать, цены-то подняли, но оставьте вы эти цены своим постоянным клиентам, да, давайте будем их любить, давайте их будем обожать, чтобы они были наши, и давайте будем делать это все вместе, начиная от наших администраторов, которых нужно долбать постоянно, я думаю, что все столкнулись с этой проблемой, насколько это колоссальная проблема, найти готовый персонал сюда, это, ну, очень сложно, и готовых нет никогда, но с ними надо работать, работать и работать, начиная, как я уже сказала, повторю, от текста, который вы им предлагаете, которые они должны какой-то наш знать, да, и заканчивая просто иногда, вы знаете, я звоню в клинику и проверяю, да что ты побери, телефоны могут не работать, когда я начинала здесь работать, реклама, все, туда-сюда, я звоню в выходной день, по одному телефону, трубками снимаются все, никого не дома называется, по-другому какой-то обамят, не обамят, да черт побери, я естественно подорвалась, в первую очередь, я отладила телефонию, везде, и в клинике, и в офисе, везде, звонок не должен провалиться, в пустоту, я один раз позвоню, такое заведение, не как в жизни туда звонить, но интересно, друзья мои, вы так дорожите своими клиентами, да, вы так из таких, сами хватаетесь и цепляетесь, что у вас даже телефон не работает, то есть даже вот такие мелочи обращать не надо, и заканчивая тем, как они разговаривают, как встречают, попросите кого-то из знакомых, ваших, если вашу школу знают, просто послушать, как они звучат, что они говорят, найдите уникальность, ту, о которой мы с вами говорили в вашей клинике, и чтобы они могли грамотно это озвучивать, я могу говорить долго, ребята, у меня масса материала, я понимаю, что мне пора заканчивать, да, если какие-то вопросы, я ваша всегда, если мы можем со своей стороны помочь, провести тренинг вашему персоналу, это, ну, в каком-то щадящем будет режиме, естественно, мы понимаем, что, так сказать, денежки все считают, это можно сделать достаточно, лояльно, щадящим, давайте подумаем, может быть, над тем, чтобы собрать какую-то группу, привезти их сюда, потому что работа, архи важна, поработать с этими людьми, до которых мы завязаны, до которых мы зависят. Собственно говоря, вот, пожалуй, наверное, то, что я хотела вам сказать, второй день подряд уже пытаюсь, если есть вопросы, я готова. вопросов нет, это тоже хорошо, а вот это наше предложение по подвижению, опять же, нашей клиники, это вот пиар-отдел поработал, но почему придется, серьезно, что они там понаписали, и что они у меня там насочиняли, будем изучать, сработать, работа, время, как страничку на ночь. Конечно, я по-моему что-то говорила, а информирование согласия, на экселанс, обязательно, все документы должны быть соответствующим образом оформлены и подписаны на экселанс, и не только на экселанс, а на любую манипуляцию с методиками АФТОС, то есть оформляется карточка клиента, обязательно оформляется информированное согласие, и обязательно вкладывается схемочка такая, у нас на формате А4, ну просто вот голова, условно говоря, вот такая голова, где указываются зоны, которые доктор обработал продуктом, и указываются, что продукт был спортом. А это на угоду? Ну, если есть неотходимость, пожалуйста. Мы посадили, или в пакете документов, которые у нас... Да нет, как бы это работа клиники, мы в общем не нужны, я думаю, что у каждых индивидуально, так сказать, докторов это все. Если вы хотите, не вопрос, пожалуйста, Рай, документов общих, то к нам помните. А сертификат на препарат? Обязательно, а как же, или левотосоведение, лицензия, сертификат на, использование методик, кстати, не калий, ни у кого из тех, кто пытается какие-то аналоги, там, в отделке, ни сертификата на методике нет.